майонез без этого люди жить не могут сколько я не боролся все равно вы меня победили но это еще не все это я сделал подготовку здесь все ингредиенты у меня здесь у меня блендер для соуса все так сказать тарелочка картошечка значит что как будет выглядеть салат с языком да как офигительно будет выглядеть вкусный будет вообще супер главное нам нужно мелким кубиком нарезать картошку во первых для того чтобы она красиво смотрелась во вторых но она так бы чуть быстрее жарится традиционно режем соломку а теперь кубиком да 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 вы не ослышались она будет жариться вы привыкли всегда что картошка в салаты идет вареная да тем более в салат с языком жареная картошка да друзья сделайте салат немножко интереснее вкуснее жареной картошкой прямо огонь получается все жареное вкуснее чем просто отварное ну а потом отварной у вас будет по вкусу как оливье ну что вы оливье вы и без меня сделаете он так вот короче порубили 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 пока сковородочка у меня разогревается а маслица в нем уже льется маслица ой мало маслица вот сюда на картофан нужно много масла ну прям много не фритюр конечно но нужно сделать так чтобы картошка там активно себя чувствовала плавала должна плавать типа фритюра кстати друзья если кто-то еще сомневается ехать ли в таиланд в гастроту который мы уже анонсируем анонсируем потом найдется обязательно кто-то из вас кто скажет типа я вообще не видел не в курсе был что вы в таиланд едете я бы тоже погнал вы быстро принимайте решение потому что мы уже практически все билеты выкупили внутренние осталось буквально два места пару мы с возьмем с удовольствием потому что у нас там подбираются практически все пары понятно это же гастротура не тур по секс-шопом да тогда вроде мужики собирались это гастротур так кубик у меня готов масло уже нагрелась потому что в сковородке нагревается быстрее чем во фритюре давайте вот так сделаем где у меня силиконовая лопатка вот она все сразу в маслице обваляли все кусочки чтобы они стали жирными со всех сторон видите картофан у меня плавает в масле прям картошку пока не солим будем солить и когда лук добавим значит у меня здесь кастрюлька в которую я солью лишнее масло значит вот сюда у меня луковицы мне нужна половинка не больше ну потому что в салате не только должна быть картошка и лук да такими знаете крупными кусочками режьте пока что отодвигаем корнишон чеки корнишона если мелкие режем полукольцами если крупные режьте помельче ну что здесь ковыряться конечно с малышами здесь замучаешься можно вообще их через какой-нибудь если у вас есть электрическая терка тук 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 кубиками там какими-то адекватными нарубить его и да и все корнишона должно быть прилично потому что вообще основными ингредиентами этого салата являются корнишоны язык и картошка до намекается на водку до сразу на самогон какой-то намек сразу такой типа огурцы язык мешаем мешаем помешиваем мешаем помешиваем картофанчик схватывается значит смотрите часть картошки уже зарумянилась это значит что если мы будем ее сейчас оставшуюся румянить то это у нас покоричневеет поэтому тата уже тоже готова просто еще не успела зарумяниться а здесь уже крахмал прихватился не нужно экспериментировать с картофельной горечью делаем так давайте вот сюда на стол чтобы было бы понятнее сито рассыпаем по столу картошку это обязательное условие приготовления если не рассыпали ничего у вас не получилось короче картофанчик сюда лучок сюда соли немного потому что у нас еще огурцы до маринованные там соль тоже есть цель мероприятия сего вот какого лук не должен быть готовый да он должен просто слегка быть обработанный там в небольшом количестве масла если вдруг его здесь маловато то нужно слегка подлить каплю буквально о картофан уже готов значит кто не любит лук во первых здесь кто не любит вареный лук мы получаем хрустящий вкусный сладкий лук уже обработанный слегка на активной температурке кто не любит лук сюда не добавляют но если вы используете картошку то как картошка может быть без лука не может такого быть соответственно лук здесь обязательно будет вот так вот столько корнишонов хватит здесь буквально штук 6 или 7 теперь мы переходим к соусу для соуса все очень просто и одновременно сложно значит во первых сюда нужно отправить чеснок прям прям вот так вот сделаем здесь попку обрезаем чеснок очень крупный очень крупный смысле зубчик поэтому половинку зубчика отправляем сюда пусть он тут ароматизирует нам картофан с луком значит половинку зубчика я отправляю вот сюда укропа прям мощный такой пучок я отправляю вот сюда ну стебелечки не режем потом в другое место их определим укропа реально много должно быть сюда добавляю шпинат очень часто дорогие друзья остается вот такой вялый пожухлый но еще не испортившийся шпинат в холодильнике каждый раз для хозяек стресс что же с ним делать выкидывать жалко есть такой салат не не положишь вот такой шпинат существует для соусов для всякой такой пюрешки там добавить такой шпинат можно кстати в отварное картофельное пюре очень красиво во первых смотрится во вторых стильно модно молодежно обязательно сюда ложку сметаны там у меня пара ложек с горкой майонеза сметану тоже пару ложек один к одному в общем добавляем щепотку смесь перцев вот так и чуточку воды от кукурузы где-то две столовые ложки примерно блендер зависимости от того что у вас есть под рукой у меня под рукой всегда star wind наши спонсоры огромное спасибо а вам спасибо за то что пользуетесь такими же все это пробиваем нам нужен зеленый соус поэтому столько много зелени чеснок укроп это конечно такая русская при русской да надо пальцем облизать или языком эту штуку попробовать всего ли там достаточно у меня прям всего достаточно яркий чеснок очень сметана гасит вкус майонеза много зелени дает очень крутой оттенок красивый язычок режем традиционным обычным красивым кубиком вот так вот толстенькими таким нарезаем пластинками дау корень конечно вкуснее чем основание чем кончик вернее и здесь в этом салате так как он с языком его должно быть реально много прям вообще не жалейте это салат для фанатов языка прям кусками квадратиком такими кубиками классными мощными вкусными все нужно пробовать в процессе не забывайте об этом что-то даже переборщил немного по количеству придется больше пробовать да вообще холодный язык вот кто как его любит он он прекрасен холодный язык прекрасен вообще во всех своих проявлениях но вместе с кальнишоном даже говорить вам не надо значит тарелку глубокую для салата салата много должно быть смотрите в зависимости от того что получилось а получилась такая довольно жидкая масса я всегда говорю так можно конечно все обвалять все приправить все перемешать но есть еще вариант такой вот смотрите на дно выливаете довольно много соуса во первых он уже на дне там прекрасно себя чувствует во вторых все соки которые вдруг там будут выделяться может быть из чего-то не значил из языка они там соединяться с этим с этой заправкой хотя если взять хлеб и просто и макать вот она исчезнет довольно быстро выкладываем все сюда значит так корнишоны вот сюда языка побольше теперь корнишонов немного да не должно быть здесь преобладают корнишон не должны преобладать корнишоны с уксусом сладкие кислые солоноватые они должны дополнять гамму потому что картофан это одно из самых важных вот картофан он уже подостыл что соответственно правильно горячую картошку зачем кидать в салат выкладываем картошку грибочком сюда паре рядом рядом картошка у меня немножко здесь две картошины все было поэтому в принципе на этот объем на большой так сказать то добавлять пожалуйста все сладкая вкусная кукуруза неотъемлемая часть русского салата добавляем не стесняемся дальше не успел почистить яйца перепелиные я их отварил заранее но так как они маленькие чистится столько же сколько и большие куриные удивительно да но это так и есть и должно быть вдоволь если вам не лень конечно то отварите двадцатчик и накидать сюда вкусно будет яйца вообще прекрасно подходят к любому салату прекрасно вообще подходят это чистый вариант банкетного салата в любом ресторане региональном банкетный вариант картошку только в больших объемах тяжело пожаре так качественно перепелиные яички режем 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 пополам вдоль вдоль пополам и последний штрих горчичка как мы горби с горчицы у меня есть маленькая ложка и у меня есть вот такая вот зерновая горчица смотрите она в виде зерна прям в чисто без всякой там жиже там без всего прочего нет то есть какая-то здесь эмульсионная составляющая есть но масла нет здесь наверное вода уксус сахар и само горчичное зерно при заваривании дает такую какую-то эмульсионную составляющую короче берем и вот эту горчичную икру везде добавляем по чуть-чуть зерна горчицы зеленый лучок он же шнит он же резанец он же сибулет тоненький тоненький маленький лучок я всегда держу в полиэтилене чтобы он не засыхал смотрите что можно сделать вы немножко его как бы ножичком подрезаете полиэтилен заворачиваете аккуратно подрезаете вот такими колечками прям тоненькими выравнивать краешки и посыпаете им салат оп все заправка внизу потом перемешайте конечно же вы помните салат готов пора пробовать перемешиваем дуся там аж застонала под столом такая проснулась старушка наша проснулась сочника получается огурчики здесь у нас о какой зелененький такой получил салат но у меня и была цель его сделать зеленым ох сейчас банкетные столы по всей россии уже помаленьку превращаются я устал есть я пошел вот этот салат наверное один из самых доступных понятных и самое главное что он просто вот имеет народный вкус каждый кто его попробует я прям ручаюсь что этот салат понравится каждому кто его попробует простой в реализации визуально все кубиками все интересно выглядит вот эта заправка с натуральным чесноком чистым чесноком то что я всегда ругаюсь как можно мазик с чесноком намазывать на томаты посыпать укропом и то есть это прям два ингредиента вот это конечно подборочка что надо не поленитесь я вас умоляю сделайте салат с языком да как язык варить у нас в каком-то был ролики в ролике про рулетик с языком да там рассказываю как я его варю приятного аппетита дорогие друзья с наступающим новым годом